Поход на Кайнука Поход на Кайнука И превосходство в битве перешло к многобожникам. Они даже настигли посланника Аллаха, ранили его в голову и выбили ему зуб. В этот день в битве на стороне мусульман также принимали участие ангелы. В этой битве пали 70 сподвижников, в числе которых были такие сподвижники, как Хамза бин Абдуль-Муталиб, Мусааб ибн Умайр, Аннас ибн Аннадр, Ханзала аль-Гасиль и другие. В этой битве особое усердие проявил Тальха ибн Убайдуллах, что посланник Аллаха сказал «стал обязательным для Тальхи рай». Затем посланник Аллаха и небольшая группа мусульман отступили к горе Ухуд, и Аллах не дал многобожникам причинить им вред. День битвы при Ухуде стал днем испытания, когда были испытаны верующие. Проявились лицемеры и получили почтение от Аллаха павшие верующие. После сражения при Ухуде посланник Аллаха услышал, что Курайшиты намерены вернуться обратно, чтобы уничтожить мусульман, и принял решение выйти со своим войском навстречу к ним. Мусульмане достигли местности под названием Хамра-аль-Асад, и об этом стало известно Курайшитам. После этого мекканские воины утратили свою решимость, ими овладел страх, и они посчитали, что для того, чтобы все закончилось благополучно, им надо продолжить свой путь и вернуться в Мекку. Четвертый год по хиджри В четвертом году по хиджри случилась трагедия в Бирмауна, где были предательски убиты 70 сподвижников, чтецов Кур'ана. Также был поход на Бану-Ан-Надир, которым пророк, салаллаху алейху ассалям, устроил осаду. Затем Аллах вселил ужас в их сердцах, и пророк, салаллаху алейху ассалям, изгнал их из Медины. Относительно них была неспослана сура Аль-Хашр – сбор. Поход на Аль-Мурайси В пятом году по хиджри пророк, салаллаху алейху ассалям, вышел в поход против Бану-Аль-Мусталих и вернулся с него победителем. По пути в этом походе был установлен ритуал очищения землей – Таямум. В этом же походе произошло событие, когда лицемеры распустили слух о матери верующих Айши ради Аллаху Анха, которая была чистой от того, в чем ее обвиняли. Эти слухи сильно расстроили и ее саму, и посланника Аллаха, салаллаху алейху ассалям. Аллах Всевышний не спасал аят о ее непричастности к греху в суре Ан-Нур – Свет, а ложно обвинявшие ее были подвергнуты шариатскому наказанию – побиванию плетью. Битва Урва В месяц Шаваль 5-го года Хиджры произошла битва Урва, когда иудеи, хурайшиты и их союзники решили сразиться с пророком, салаллаху алейху ассалям, и его сподвижниками. Войско численностью около 10 тысяч человек, состоявшие из хурайшитов, Банус Сулейм, Бану Ассад, Фазара, Ашджа и других, направилось к Медине. Сальман Аль-Фариси посоветовал пророку построить ров, который бы защитил их от собравшихся против них врагов. Посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, вышел с тремя тысячами воинов и выбрал в качестве укрепления гору Саль, и перед ней был вырод ров. Еще до этих событий пророк, салаллаху алейху ассалям, заключил договор о безопасности с иудейским племенем Бану Курайзе. Но затем они нарушили этот договор и присоединились к ополчившимся против пророка. Затем пророк, салаллаху алейху ассалям, отправил Нуаим ибн Мазуда к иудеям Бану Курайзе и затем к Курайшитам. И он, прибегнув к хитрости, испортил отношения между ними. Затем Аллах наслал на них сильный ветер, который срывал их палатки и переворачивал их котлы. Ветер потряс их, вселил страх в их сердца и лишил их желания сражаться. Ополчившиеся против пророка, салаллаху алейху ассалям, войско покинули Медину, не достигнув своей цели. Затем пророк, салаллаху алейху ассалям, вышел с походом на Бану Курайзе. И Саад ибн Муаз вынес свое решение относительно них. О битве Урва было неспослано сура Аль-Ахзаба, соглашение при Аль-Худайбие. В шестом году Хиджри пророк, салаллаху алейху ассалям, вышел из Медины с 1400 сподвижниками, чтобы совершить умру. Когда они добрались до Аль-Худайбия, Курайшиты отказались спускать их в Мекку. И пророк, салаллаху алейху ассалям, заключил с ними соглашение о перемирии на 10 лет, и это явилось победой для мусульман, как об этом говорит Аллах Всевышний. Поистине, мы даровали тебе, о посланник, явную победу. Сура Аль-Фатх, аят 1. И в этом году соглашение также было написано, что Курайшиты разрешают мусульманам совершать умру на следующий год. И в седьмом году Хиджри, в месяц Зуль-Када, состоялась умра, восполнение умра Аль-Када. Поход на Хайбар Через 12 дней после возвращения из Худайбии, пророк, салаллаху алейху ассалям, вышел в поход в Хайбар, который находился в севернее Медины. Мусульмане осаждали иудеи в Хайбаре около 20 дней и проявили огромное усердие в этой битве. Когда иудеи убедились в том, что им грозит гибель, они обратились к пророку, салаллаху алейху ассалям, с просьбой заключить мир с ними. И пророк заключил с ними мирное соглашение о том, что им гарантируется жизнь. Но при этом они должны были покинуть Хайбар, оставив все свое имущество лишь в одних одеждах. Затем он, салаллаху алейху ассалям, разрешил им использовать свои земли с условием того, что они будут отдавать половину урожая с них мусульманам. Прибытие Джафара Когда пророк, салаллаху алейху ассалям, находился в Хайбаре, в Медину прибыл Абу Хирейра, ради Аллаху Анху, уже будучи мусульманином. Также в Медину прибыли оставшиеся до этого в Эфиопии мусульмане, вместе с сыном дяди пророка Джафаром бин Абу Талибом, ради Аллаху Анху. Они присоединились к посланнику Аллаха, салаллаху алейху ассалям, в Хайбаре, и также вместе с ними прибыло в Медину племя Бану Ашар, вместе с Абу Мусой. Битва Примута В восьмом году у хиджры состоялась битва Примута, причиной которой стало убийство посланца посланника Аллаха, салаллаху алейху ассалям, которого он отправил к императору Византии людьми Шурахбиля бин Амра аль-Гассани. И посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, отправил три тысячи воинов из числа сподвижников, во главе которых он назначил своего любимца Зайда бин Харису и сказал, «Если Зайда убьют, пусть командование возьмет на себя Джафар, а если убьют и Джафара, то Абдуллах бин Раваха». Против мусульман вышел Ираклий со своим войском и некоторыми арабскими племенами, которые его поддержали в этом. Против мусульман вышло войско в 200 тысяч человек. Сражение состоялось в местечке Мута. Назначенные пророком, салаллаху алейху ассалям, руководители стали мучениками. И затем знамя в свои руки взял Халид ибн Аль-Уалид ради Аллаху Ангу, который искусно, управляя войском, отвел их от тех, которые являлись врагами Аллаха и их врагами. Продолжение следует...